Еще каких-то пару лет тому назад было невозможно представить, как люди из ящика заходят на ютуб. Теперь же это реалии жизни. Фактически каждый месяц на нашем ютабчике появляются подобные шоу. Видимо, люди из ТВ поняли, что у себя на ящике новое поколение, они уже просрали. И нужно как-то срочно реабилитироваться. Глобальная паутина захватила весь мир. Телевидение отходит на второй план. А интернет выходит на первый. Ведь в отличие от западного телевидения, на котором снимается очень крутой молодежный контент, наши ребята продолжают крутить зашкварный порожняк для старперов. Оправдываясь потом, что старперы их целевая аудитория, конечно. Да, порочный круг. Давайте же попытаемся оценить сегодняшние успехи ТВшников на ютубе. Добро пожаловать на Телблог.нет. И это топ-5 ТВ-проектов на ютубе. Пятое место. Малахов 007. Без лирики. От этого проекта чуть ли не за километр смердит зашкваром. Андрей Малахов, видимо, почувствовал себя офигенно крутым Джеймсом Бондом. И создал ютуб-канал Малахов 007, считая, что зрители скушают любое говнецо, которое он подаст им на лопате. Андрюша лично взял интервью у Панина, запустил шоу Шуры Муры с Дианой Шурыгиной, в котором главная героиня занялась танцами на шести. И, крутя в руке спиннер, призвал ставить лайки его каналу. Интересно, самый известный ведущий России вообще хоть одним глазком посмотрел, как к этим трендам относятся в интернете? Вот зачем он снова вытащил на поверхность эту Шурыгину? Ее еле-еле забыли. Так нет, Малахов опять за старое. Ну что, снова ждем пять выпусков? Или на этот раз надо штук пятьдесят? Итак, тем, кому еще нет восемнадцати, самое время отлучиться от компа или перемотать вперед на три минуты. Вас ждет очень горячее видео. Неудивительно, что количество дизлайков под его роликами в десять раз превышает число лосов. Но Малахова не остановись, он решил твердо взяться за Ютуб и регулярно кормит своих зрителей отборным качественным контентом. Наверное, Андрей подумал, что если все эти блогеры тупо пилят видосики и лопатят бабки, то почему бы ему не заняться этим делом? Но не тут-то было. Видимо, место Малахова на Зашквар ТВ, ведь там обожают наигранности бабушки и охотно верят тому, с каким удивлением охают зрители в студии. Прошмандовка, шлюха, тварь! И надо сказать, что если Первый канал кардинально не пересмотрит свою политику, ничего, скорее всего, и не поменяется. Они же привыкли себя ощущать гребанными королями и отсылать страйки всем, кто про них осмеливается говорить что-то не так. Вот и результат. Четвертое место. Бурдашов. Мало кто знаком с деятельностью Александра. Он снимает что-то вроде шутливых влогов о своих приключениях в Москве, рассказывает, как нужно пикапить баб и как стать депутатом. Проявив немного внимательности, можно заметить, что среди интересных каналов у Big Russian Boss Show числится именно Бурдашов. Кроме того, в одном из роликов Александра появился сам босс, и встреча эта произошла намного раньше, чем с Амираном. Добрый, приветики, здорово, да ты знаешь. Опа, притюхо. Здорово, это я, Александр Бурдашов. Здорово, оп, оп. Так, мужики, о, вот сюда я и хотел попасть. Ну просто очевидно, конечно, что делают боссы и Бурдашовы одни и те же ребята. Одна партнерка, одинаковая почта для размещения рекламы. И тот же логотип, Medium Quality. В общем, все предельно понятно. Ясно другое, как же могут те же люди, что делают такое крутое шоу с боссом, снимать такой лютый зашквар с Бурдашовым. Смотри, видишь, болгарка? Я ее Киркоров называю. Знаю, понял, почему? Ну, Киркоров болгарин и болгарка, типа, вообще баба. Третье место. Юрий Дудь. Еще один телеведущий. В отличие от Малахова, Дудю пришлось уйти с ящика, поскольку, как он сам уверяет, начались проблемы со спонсорством его передачи. Хотя, как это было на самом деле, большой вопрос. Ведь сначала Дудь создал свое шоу на Ютубе, а позже произошло это. В прямом эфире Юриец задал не очень приятные вопросы президенту Российского футбольного союза, что вполне могло спровоцировать увольнение. Что должно произойти, чтобы вы сказали себе, что я не справляюсь? Я не справляюсь. Либо на обоих постах, либо на каком-то из них. Я ухожу. А незадолго до этого, заручившись поддержкой своего бывшего коллеги по программе «Культура» Артема Начаева, Дудь ворвался на Ютуб. Именно Артем руководит съемками и монтажом шоу. Правда, есть один интересный момент. Почему люди, которые как бы не имеют отношения к телеку, так много внимания уделяют политике? Путин. Красавчик? Однозначно. Я за Путина. И я считаю, что Путин еще пускай 33 срока, пока он не умрет. И более того, я считаю, Путина нужно сделать и императором. А у вас не возникает подозрений на этот счет? Второе место. Биг Рашен Босс. Ну, конечно же, куда без него? Это точно. Бывшие КВНщики Игорь и Стас из Самары, которых мы знаем под псевдонимами рэпера-вэйпера Босса из Майами и его закадычного друга Янг Пемпа, никогда не скрывали, что режиссурой их шоу занимается команда профессионалов из ДНТ. Причастность телевизионщиков легко можно заметить на стримах Босса, когда нам показывают комнату, в которой Бородач принимает своих гостей, и там стоит несколько человек с профессиональной аппаратурой. Эти ребята делают красивую картинку и правильный звук, не уступающие по своему качеству ТВ-проектам. А вот тут твой Оль какой. Похож на Егора Кридо? Ну, местами. Какими? Ну, есть они. Определенными. Более того, студии, в которых снимали Биг Рашен Босс шоу и утреннюю программу на ТНТ под названием Вот это утро, абсолютно идентичны. Да даже бывший сценарист Камеди Клаба Павел Тихомиров утверждает, что шоу Босса делают люди, имеющие непосредственное отношение к Камеди Клаб Продакшн. Однако, справедливости ради следует отметить, что образ крутого Бородача Игоря Лавров создал себя сам, еще со времен выступлений в студенческом КВН. Наверное, люди из ТНТ решили, что ведущий такого типажа точно понравится зрителю, и сейчас самое время занимать снижу развлекательного контента на ютубе. Ну и первое место Дружко Шоу. Человек-мем, внезапно взорвавший социальные сети орными картинками и видосами, также внезапно появился на нашем с вами ютубчике. Что он здесь забыл, если его альбоматор передача необъяснима, но факт свергнута в небытие? Почему лысый ловец Йети НЛО отправился поднимать Рашин ТВ с колен, как это делают со страной Вован и Димон? После утомительного мозгового штурма я с ужасом все осознал. Оказывается, Дружко не так уж и отдалился от телека, ведь созданием его шоу занимаются люди, а ну слава богу не рептилоиды, из телеканала ТНТ. И что-то нам подсказывает, что главной целью этой передачи является совсем не освещение новостей интернета. Но это не точно. Во-первых, пацаны поднимают неплохие бабки на рекламе популярных сервисов, а во-вторых, вы заметили, как в одиннадцатом выпуске Дружко заговорил о возможной блокировке телеграма? Причиной разногласий стали персональные данные пользователя. В этом споре я на стороне Павла, потому что любому человеку не хотелось бы, чтобы кто-то узнал детали его переписки с Малаховым, увидел фотографии с нудистского пляжа в Серебряном Бару или прочел, что кто-то называет свою жену Пимпочка. Он как бы намекает на то, что у рядового жителя не может быть серьезных тайн и ничего страшного, если кто-то из условных ФСБшников узнает о твоей бытовухе. Конечно, суд Сергея это звучало действительно смешно, да, но тем не менее он свел серьезную проблему в житливую плоскость, и если вы проявите немного внимания, то подобные посылы Дружко толкает чуть ли не в каждом втором ролике. Ох, и странно все это. Я не склонен подозревать всех во всем, но скорее всего это какой-то заговор. Что будет, если скрестить маршрутку, танк и самолет? Думаешь, невозможно? В игре Crossout возможно, смотри еще и квадрокоптер сверху. Боевые машины ты собираешь как лего. Ты сам решаешь, чем будешь крошить врагов. Можешь распилить их пилой или ваншотить тяжелой пушкой. Можешь дрифтовать на легкой, но смертоносной тачке или пособрать непробиваемого монстра. Ссылка в описании. Игра весит всего 2 гига, качай бесплатно.